Я самый счастливый мужчина на свете. Я самый счастливый папа на свете. Я слышу пение птиц. Я чувствую дуновение ветра каждый день. Счастливая жизнь, она не где-то там, она уже здесь. Богиня не где-то там, к ней не надо стремиться. Достаточно богине увидеть в своей собственной жене, ну или девушке. Боженята не где-то там, на Олимпе у богов, а боженята здесь у нас, это наши собственные дети. Всего лишь навсего нужно снять с себя, ну не очки, а что там снять, штампы, блоки, ограничения, программы и увидеть в собственных детях богов, богинь, если это девочки у вас. Достаточно сняв блоки ограничения программы, утром подойти к зеркалу, ну или вечером. Посмотреть на себя, на свой лик и увидеть в этом лике величие Бога, могущество. И спросить самого себя, на кого я сейчас смотрю. Кто по ту сторону глаз. А детки, боженята, боже, какое же это наслаждение. Какая-то честь быть ихним отцом. Кто они есть на самом деле. Не всякие там Вася, Петя, Сережа, Маша, Ира. А боженята. Как же прекрасно выйти вот в эту осознанность, в понимание. И дорасти до уровня осознания и умения увидеть в своей супруге богиню, в своих детях боженят. Вот оно счастье. Вот оно счастье, когда ты можешь узреть в каждодневной жизни, как кажется, да, быт, рутина. А ты в этом видишь божественность. Ты видишь в своей супруге богиню. Вау. Вот это высший пилотаж. Когда вы в своей жене видите не личность, а богиню. И у вас просто нет шансов, кроме как жить и превозносить ее. Восхищаться ее божественностью. У вас нет шансов жить и не превозносить ваших детей. Я каждый день просыпаюсь с мыслями о том, что я самый счастливый мужчина на свете. Я каждое утро просыпаюсь и говорю ему, как я благодарен за все. Осознать со временем свое могущество. Осознать свою величественность. И осознать свою божественность. И это некрасивые метафоры. Я могу вас научить этому всего за месяц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok